Музыка Собрать целый концертный зал, провести масштабный концерт, о таком могут мечтать только крутые музыканты. Стоп, а в каком возрасте приходит это мастерство и виртуозное исполнение? В главном концертном зале республики проходит торжественное подведение итогов уникального социально-культурного проекта благотворительного фонда Владимира Спивакова в Башкортостане «Дети детям. Музыка наших сердец». В гала-концерте принимают участие яркие участники проекта, лауреаты международных, всероссийских и республиканских конкурсов, учащиеся уфимских детских музыкальных школ, среднего специального музыкального колледжа и уфимского училища искусств. Самые крутые и одаренные ребята здесь, но это не означает, что волнение им не знакомо. Сколько лет ты занимаешься музыкой? Я занимаюсь музыкой 5 лет. Я с 5 лет начал заниматься музыкой. Согнал ли ты мечтал играть на саксофоне? Поначалу, когда я был маленький, я играл на блок-флейте. Мне нравился этот инструмент. Я решил выбрать, на каком из духовых инструментов я буду играть. И я выбрал саксофон, потому что у него очень красивый звук и красивый тембр. В проекте приняли участие 25 одаренных детей. Им давали мастер-классы, именитые московские музыканты и педагоги лучших музыкальных вузов страны. Начиная с января этого года. Участники проекта проехали 23 города и населенных пункта. Объездили весь Башкортостан, а также побывали в Магнитогорске, Челябинской области и Казани, Республике Татарстан. Давали концерты своим сверстникам. А это реально вдохновляет, ведь многие ходят в музыкалку, но не понимают реально крутости происходящего. Девчонки, расскажите, каково быть стипендиатом фонда Владимира Спивакова? Это очень круто, престижно. Нравится выступать, дарить людям музыку, улыбки, хорошее настроение. Мы ездим по городам разным. Какое количество времени вы занимаетесь в неделю музыкой? Очень большое, можно так сказать. Тоже очень большое время. Надо посвящать себя всего музыке, иначе ничего не выйдет. Всего дано более 70 мастер-классов с участием более 400 детей, более 50 концертов. Общий охват проекта составил более 5000 ребят. Половина в музыкальных учреждениях, городов и районах. На гала-концерте только лучшие из лучших, юные виртуозы и маститые московские музыканты. Эти ребята, так же, как и многие из вас, ходят в музыкальную школу и жертвуют регулярными прогулками с друзьями в пользу музыки. Зато смотрите, какие достижения. Мотивирует, правда? Так что берите ноту и вперед к инструменту. Аделя Файзульна, Рамазан Мусин. Специально для Горы Новостей.